Время Отца и Сына и Святаго Духа Его сочетание вечности и времени, а в центре человек И вот эта вещь раскрывается в Рождестве Христа Мир изменился Теперь отныне будут говорить до рождения и после рождения Христа Ангелы воспели пастухам, говорят Слава и Святому Богу, Казимир в человеческом благоволении Пастухи с Востока пришли поклониться на рожденную владельцу Христу Вот эта простота пастухов и вечное искание человеческое Поклонились Христу В лице волхвов поклонились Премудрость человеческая, Божество Откровению Но Христос еще ребенок Он ничего не сказал Он еще ничего не сделал Его никто даже не знал И когда в Востоке волхвы пришли Здесь царь иудейский родился А в то время цари имеют титул Имеющие титул Бога И тогда говорит Ирод Пойдите, вот когда найдете, где он, скажите мне Ну, волхвы почувствовали сердцем И пошли другой дорогой Так он говорит Всех в воде за двух лет Уничтожьте Что-то из них точно тот известный царь, который родился Первые муки за Христа, невинных младенцев Вот в крови младенцев рождался Христос Имя Христа Но это было только начало Потом было гонение в Египет Самый центр языческого мира Мы почти более ничего не знаем о Христе Святые отцы говорят, что почему мы не знаем Эти 30 лет жизни Христа Наверное, для того, чтобы Это не надо для нашего спасения Но о Мессии веками предсказывали Святые подвижники В том числе пророки Предсказывали такие тонкости Как думал прийти Мессия И поэтому в иудейском народе был самый страшный грех Бесплодие Вот если в этой семье нет ребенка Значит эти люди, семья Не участвуют в чаянии и ждании Мессии Это были люди, написанные в поношении Как и Акимианны были То есть презираемы Но пророки предсказывали И вдруг в какой-то момент Весь Восток огласила Клич, который никогда не было Ветхом Завете Вышел подвижник Во вечной шкуре Постник, монах Иоанн Креститель говорит Покайтесь Ива приблизила Царство Небесное И оно начало стекаться На берег Иордана Где он восклицал этот возраст Покайтесь Такого не было понятия Было око за око Зум за зум А тут надо каяться Как понять каяться И когда он говорит Иоанн Креститель Вот ты вот Чиновник Будь честен Тебе пошли ради народа Так позаботься Об этом народе Которое тебе поставили Должность такую А ты воин До конца защищай этот народ А ты торговец Не воруй, не обманывай Обратите внимание Покайтесь Не куда-то бежать А там где-то есть Заглядь внутрь себя И посмотри Какой ужас Внутри твоей души И сердца И в знак покаяния Он говорит Омывайте себя Вардане Вот оно Крещение И он начал омывать И в этот момент Только Иоанн Креститель увидел Он увидел Как идет Мессия Которого веками Все ждали Вычисляли Чувствовали И вдруг он подходит И говорит Крести меня И на Крестителя Был потрясен Мессия Просит Свое творение Крестить Вот я не Не доставлен даже Повязать На обуви твоей Он тебе Надежит так всем Я хочу быть как все Чтобы приобщиться К этой жизни К этим людям Ради которых Он пришел И вот случилось Удивительно Творение Иоанн Креститель Ложит свою руку На голову Мессии Христа И погружает Его В Ордан Этот не тот Иордан Богом сотворенный А Иордан Который ранен И первородным Грехом человека Этот Иордан В нем И в нем Обмывались Все пороки Человеческие И убийцы И чиновники И эти все Начальники Вся ложь Хитрость Весь порок Человеческой Ага Души Погружался Вот в эти воды Я говорю Митрополит Антоний Сурожский Хотя бы Кто-нибудь мог Представить Как эти воды Отяжелели От пороков Человеческих И вот в этот ужас В этот омут Вот в это зло В это предательство В эти грехи Страсти Погружается Мессия И что же случилось Оказывается Соприкасаясь Водная стихия Порочная Насыщенная Грехами Человека Соприкасаясь Божественной Плоти Христа С Божественной Благодатью Небес Начала Преображаться Начала Преображаться Природа Вся Люди Начали Преображаться Вот С чего Началось Покаяние Их Знать Покаяние Омойтесь В реках Иордана И вот В память Об этом Мы Освещаем Воду Но В нашем Современном Мире Настолько Все Исковеркано Настолько Хитро Все Подмешано Что Теперь Отныне Ни тайна Крещения Ни в знак Покаяния Обултыкается Барахнуться В этой воде Он не знает Как свечу Тоставить Как лоб Открестить Он не порог Храма Не переступал Он не знает Какой духовная Жизнь Такой Христос Он его Не выстрадал Окунуться И все И обратили Внимание Не в божественной Литургии Окунулись Не в святую Евхаристию Не в причастие Не внутрь Себя Окунулись А в воду Побултыкались И Побежали И друг друга Будут Говорить Кто к ним Обмывался Вы можете Представить Что Серафим Саровский Вершина Русской Святости Посыл К нему Пришли Паломники Увидеть Святого человека Он там Моется В лесном озере Вот Можно Такое Представить А он Был погружен Внутрь Себя Внутрь Своих Пороков Святой Человек И Умер На коленях В покаянии До конца На самом деле На берегах Дипровской Иордана Случилась Вообще Открылась Великая Тайна Когда Христос Погрузился В воды Иордана И Восстал С них В этот момент Голос Небес Голос Отца Сей Сын Мой Возлюбленный В нем Мое Благоварение И Дух Святой В виде Голода Сходящего Христа Явился Бог Во всей Полноте Осязаемо Слышимо Видимо Та Троица Святая Которую Тратил Видение Адама Ева Вот сейчас Праздник Называется Богоявлением Бог Явился Святой Троице Открылась Тайна Этого Мира Тайна Как Мир Живет Как Он Существует Как Он Спасается Как Он Промышляется Удивительная Тайна Открылась Открылась Тайна Святой Троица Это Такая Великая Тайна Что Каждый День Как Открывается Православие Храмы Царские Врата Начинается Божественная Литургия Священник Возглашает Благословенное Царство Отца И Сына И Святаго Духа Нет Такой Молитвы Которая Не Заканчивалась Прославлением Святой Троицы В каждой Молитве В каждой Службе Бог Является Но Я хотел бы Сказать Еще Не Все Вот Этим Купальщикам Это Думаю Относится К каждому Человеку Праздник Крещения Господня Это Не Рождество Это Нередование Ангелов На самом деле Христос Шел Он Вышел На свои Крестные Страдания И первое Было Испытание Иордан На самом деле Христос Погружался Не в воды Иордана Они Орисотворяли Этот мир И на дно Этого мира Погружается Христос Со всем Вот этой Болью Страданием Одиночество Предательной Ложью Смертью Погружается Бессмертный Бог Поэтому Этот праздник Не только Велик Но и Трагичен Ибо Это Начало Креста Пути Бога Придет Время Это Погружение Оно Ознаменуется Гонением На него Желанием Убить Он Мешает В этом Мире Гессиманские Мучения Целование Иуды Суд Над Мессией Какой Парадокс Ждать Веками Мессию Христа Распят Неужели Никто Не почувствовал А потом Крест А потом Голгофа Умирание Ликова Этой Безумной Толпы Но дальше Градет Воскресение Победа Вот почему Сегодняшний Праздник Крещение Господне Он не только Велик Не только Свят Не только Таистину Не только Богооткровенный Но и Трагичен Потому что Это начало Хрестного Пути Спасителя Вот почему Когда мы В знак Этой События Освещаем Воду На самом деле Читается Послушайте Какие страшные Молитвы Что Господи Пусть эти воды Будут Аки Причастием То есть Умирает Человек И реально Нет священника Ему дают Воды Иордана Крещенскую Воду Потому что В эти воды Вновь Погружаются Христос Рожденный Прежде всех Век И потом Когда мы Берем воду Не баллонами Не купаемся В этом А берем Эту воду Как святыню Потому что В каждой Капле Христос Вышедший Умирать За каждого Из нас Эту воду Когда мы Будем Брать воду Несите Ее Как Святыню Как Аки Причастия Акропите Все Свои Жилища Умойтесь Пейте Пусть Ее Хватит На весь Год Эта Вода Не Разбавляется Кто Будет Просить Дайте Окружающим Это Крещенские Воды Те Воды Которых Погрузился Христос И поэтому Эти Воды Называются Не просто Крещенская Вода Называется Великая Агиасма Великая Святыня Эти Святыни Съедини Только два Раза 18 19 И все Вот что Мне хотелось Бы Как-то Как-то Прикоснуться К великой Тайне Тайне Крещения Господня Но придет Время Когда Христос Опустится Не только На дно Иордана И в этот Мир А на дно Ада И изнутри Взорвет Это логово Дьявольское И придет Время Когда он Вновь придет Тот же Христос Но придет Уже Во славе Как победитель Спасая всех Свои чад Как хочется Чтобы никто Не утонул В волнах Этого мира Ибо Жизнь Эта вот Ризочная Она Не только Сказ приходящая Но крепко Держит Каждого Человека Как вырос Из этого Омута Как почувствовать Эту Поднебесность Послышать Голос Бога Ангелов Как пройдет Смерть Только Во Христе Больше Никак Да Он говорил Что Меня гнали Вас будут гнать Но Мужайтесь Я победил Этот мир И действительно Как я читаю Отца Крестьянкина Увидели Подвижник 20 века Он пишет Что Врачи люди Такие Претерпали мучения В Колизее Но и наш мир Это же Посмотрите Колизей Он рвет Душу Верующего Человека Соблазняет Умершляет Убаюкивает Не дай Бог Уснуть Поэтому дай Бог Чтобы воды Иордана Нас омывали Очищали Вдохновляли Ожитворящие воды Нас Ожитворили Чтобы мы Никогда не увяли Для Царства Небесное Со Христом Аминь Я еще раз Всех поздравляю С праздником Удивительный праздник Крещения Господня Моя память Осталась Как с мамой Мы ходили Но мы правда Там воду Не раздавали Мы сами все Приносили Там маленькие бетончики Батя Каю Так Окроплял Такая память Была как-то И радость Но по мере Духовной жизни Читая святых отцов Вникая В Евангелие Слушая удивительных Современных Проповедников Богословов Действительно Поражались Что это праздник Но это праздник Начала спасения Нашей души И пусть эта вода Будет не только Для желудка Но и для сердца Для души Чтобы очистил Наши разум Наши мысли Наши помыслы Чтобы каждый день Был чист Ибо только чистым Сердцем Бога узрит Все Аминь Может я не буду ничего Поговорить Спасибо что вы Слушали меня Я всех поздравляю с праздником Будьте Богохранимы Все кто причастся Я поздравляю Эта великая радость Это живой Бог Это реальная встреча Причастие Царства Небесного Но дай Бог Чтобы в этой жизни Нам не расплескать Чашу свое сердце Божественную благодать Выслушай пожалуйста Благодарственную молитву Слава тебе Божия Слава тебе Божия Слава тебе Божия Благодарю тебя Господи Боже мой